Привет, друзья! Меня зовут Константин и вы на канале Инвестиции. Сегодня быстренько пробежимся по компаниям из индекса Московской биржи на сайте Доход. Также я выберу из готовых подборок акции МОКС именно России. Здесь, если что, вдруг понадобится графики, тоже все посмотрим. Так, начинаем. За вчера Мосбиржа выросла на 5%. Конечно, все вы, наверное, видели позитивные новости. То, что сегодня совет директоров Мосбиржи в повестке вопрос о дивидендах, поэтому акции и прирастают. Ранее мы узнали уже, что Фосагра объявила дивиденды за 4 квартал 465 рублей. В принципе, на сайте инвестмент можно посмотреть. Здесь, конечно, прогнозы аналитиков, что-то сбывается, что-то нет. Еще в идеале должны одобрить дивиденды на собрание акционеров, поэтому тоже не забывайте. И, что касается Московской биржи, то с 9 марта она увеличивает число ценных бумаг на вечерней торговой сессии. То есть, будет добавлено еще 11 ценных бумаг. Белуга, ДВМП, Совкомфлот, Инвидео, ГК-2, Сегежа, Газпромнефть, Самолет, Юнипро и Мечел. Привилегированные. Так что на этих новостях и неплохо так прибавляет акции Московской биржи. Далее Global Trans. Он занимает, кстати, топ-1 у меня в портфеле. Здесь можете остановить на паузу, посмотреть. Это всего лишь за день. Я же хотел рассмотреть динамику. За месяц тоже можно посмотреть. Тинькофф из-за санкций очень сильно упал. Полиметал, хотя Сбербанк напротив вырос. Но мы посмотрим с начала года. Будет более интересная такая выборка. Полиметал. Это одна из компаний, которая может удвоиться, если сделает перерегистрацию или разделит бизнес. Как-то там казахстанский, российский или биржу поменяет. Допустим, будет листинг акций в Казахстане. Там много всяких бирж. Вот одна из них кейс, по-моему. То есть, есть потенциал неплохой. Если мы посмотрим на полиметалл. Давайте я отсортирую по названию. Получается, вот полиметалл. Легкий график. Посмотрим. То, соответственно, вот так вот сделаем. И вот можно добавить вот эту точку. Что если вы, допустим, меняете какие-нибудь акции, чтобы у вас график тоже автоматически подстраивался. То есть, тоже некий вам такой лайфхак. Полиметалл. Акции были на пике почти 2000. Когда-то я их покупал, получал дивиденды. Но вот на брокерском продал. На ИС осталось. Поэтому на ИС где-то среднее около 700. Таким образом, ну сами посудите. Был отчет у компании неплохой. Так что вполне может вернуться и удвоиться как минимум к 1000. Вот это один из фаворитов, на который многие ставят. Ну, я считаю, что да. В принципе, здесь минимум был в районе 250. Чуть меньше. И уже получилось X2 сделать. Ну, это от 1. Понятно, что это дно редко кто угадает. Там 230 рублей. Но потенциал еще есть до 1000. Это, считайте, еще удвоение. То есть, 100%. Да, от 500 до 1000. Акция на пиках была около двух. Конечно, в долгосрок компания не очень. Потому что там скудные месторождения. И они... Ну, в общем, можете зайти и посмотреть. Я много раз говорил про полиметалл. Там содержание золота в руде падает. Да, и месторождения в плане запасов не такие долгосрочные. Далее, вот Global Trans у меня занимает топ-1 в портфеле. Ну, сами понимаете. Я про компанию много уже говорил. Ну, железнодорожной перевозки. Из минусов то, что это нужно сделать как-то реддомицеляция, да. Ну, проще сказать, перерегистрация или смена прописки с иностранной юрисдикцией на российскую. Тогда будет возможность платить дивиденды. Ну, здесь, конечно, тоже потенциал, конечно, поменьше, чем у полиметалла. Но рублей, если мы посмотрим, Global Trans до 500-600 вполне может дойти. На пиках было около 650. Ну, в принципе, рублей 500. Это процентов 50 вполне может взять. Но тут, конечно, это минус, то, что депозитарная расписка со всеми вытекающими. Дальше, Мосбиржа, в принципе, все хорошо. Наоборот, кстати, у Санкт-Петербургской наоборот хуже дела. Ну, Сбербанк неплохо вырос на 20%. Конечно, с нерезидентами, я думаю, вопрос решат. Просто у них купят акции и все. Тот же Центральный банк, помните, как с открытием случилось? ЦБ купил открытие, да? Поддержал и со временем продал ВТБ. Я думаю, из фонда национального благосостояния или еще где-нибудь найдут деньги и приобретут у нерезидентов акции Сбербанка. Сбербанка, а когда акции вырастут, просто заработают и продадут Металлурги. Давайте вместе рассмотрим ММК-21, Северсталь-16 и НЛМК-7,8. Металлурги, конечно, отчеты только производственные дают, что там у них все неплохо. Конечно, финансы будут похуже, но все ждут, когда они вернутся к дивидендам. Я лично Металлургов продал и вот переложился в акции Global Trans, ну и в Тиньково тоже. Частично. Так, Озон тоже ждут все прибыли у компании, если вы можете заметить. У АФК системы долги он выдаивает в виде дивидендов МТС. Чуть позже до него дойдем. И получается Сегежа минус получила по отчету, там 5 миллиардов что ли. Озон минус, ну то есть на IPO у него такие убыточные компании. Ну, конечно же, дискаунтер вот этот развивается. Ну, точнее, e-commerce. Электронная коммерция, вот эти все Wildberries от зоны. Не зря Сбер тоже туда метит. Сбер Мегамаркет, там Яндекс Маркет. Ну, в общем, за доставкой, конечно, будущий рынок. Она отжимает офлайн, а у того же MVideo, какой-нибудь DNS, например, CityLink. Хотя, CityLink тоже сейчас на доставку работает. Полюс 17%. Ну, золотодобытчик. Конечно, самый буст будет удвоение. Это в 2027, когда будет проект Сухой Лог. Я, кстати, полюс держу в своей стратегии. И полюс, и Global Trans. Кому актуально, ссылка в описании. Стратегия называется Рост плюс девятенды. За все время, пока доходность 21%. Ну, вот, в принципе, минимальная сумма от 12%. Можете нажать, почитать подробнее по ссылке в описании. Еще тоже в закрепленном комментарии оставлю. Соответственно, переходим далее. Аэрофлот. Ну, конечно, Аэрофлот очень сильно упал в последнее время. От одна отталкивается. Поэтому, в принципе, те компании, которые были аутсайдеры в прошлом году. Да, там полиметал был, Аэрофлот, Global Trans. Сейчас восстанавливается. Ну, конечно, компанию не обанкротят. Наверняка поддерживает государство. Различные кредиты, субсидии, дотации. Но, тем не менее, тоже неплохо вроде как отскакивает. Если считать с Global Trans, то транспортный сектор, ну, один из лидеров, да. Ну, из золотодобычки тоже. Фосагра, в принципе, на хаях, я думаю, находится. Сектор удобрения. Сами знаете, коррелирует очень сильно с газом взаимосвязь. Ну, дивиденды, конечно, подстегнули очень сильно. 465 рублей, да. Совет директоров рекомендовал. Но еще должны утвердить, не забываем про это. Про случай с Газпромом. Он нас очень много научил. ВК неплохо прибавляет на фоне смены прописки, да. По-моему, в Калининграде или где-то они хотят перерегистрироваться. Точно не помню. Ну, вот, АФК-система тоже немножко встает с колен. МТС был отчет, довольно такой, не очень, как по мне. Прибыль упала в два раза. Конечно, они там покупали импортное оборудование, много вкладывались в капекс, так называемый. Но, тем не менее, я акцию не держу, потому что очень большой долг. Вот, тут, грубо говоря, АФК-система со своими компаниями очень сильно взаимосвязана. Чтобы АФК-системе головной компании обслуживать свои долги, нужно, чтобы дочки спасали, да. Ну, поэтому выводят дивиденды. Н-плюс-групп тоже неплохо там, не могу сказать. Там очень много всего содержится. И металлургия, металлы, и электроэнергетика. В общем, Н-плюс я не держу, потому что такая своеобразная акция. Яндекс тоже неплохо, в принципе, отрастает. Если вопрос с перерегистрацией, разделением бизнеса иностранно-российски решится, то, я думаю, ВК обгонит. Ну, про металлургов говорил. Ростелеком тоже защитный сегмент. Но все же любят больше МТС за счет больших процентов по дивидендам. Но все-таки Ростелеком тоже хорошая, в принципе, защитная история российская. Но не люблю такие неповоротные компании, которые уже и растут медленно, и все у них медленно происходит. Сургутнефтегаз, префы тоже прибавили. Конечно, доллар подрос. Многие ожидают хотя бы там дивидендов неплохих. Но лично я вижу там других нефтяников более привлекательных. МКБ, ну, банк небольшой, тоже как Санкт-Петербургский. Вроде неплохо банковский сектор себя чувствует. Транснефть слишком дорого стоит, поэтому я не рассматриваю акцию к покупке. Особо так не читаю про нее. Алроса тоже хотя бы отодна оттолкнулась. С алмазами тоже проблема из компании. Во-первых, синтетические алмазы в США вытесняют природные, которые, ну, просто не отличить, только профессионалы могут. Еще НДПИ на первый квартал, по-моему, там 19 миллиардов, при том, что Алроса за год получает 80, насколько я помню. То есть лишили ее прибыли за счет налога на добычу полезных ископаемых, как это было тоже в Газпроме и других компаниях. И, конечно, с Бельгией там проблемы, поэтому запасов, по-моему, лет на 20 у нее осталось по алмазам. Ну, в принципе, вроде так. Может, конечно, выстрелить и удивить, так же, как и Аэрофлот, но пока вот драйверов особых нет. Если какие-нибудь дивиденды объявят или еще что-то, будет финансовый отчет, то есть тогда, конечно, будет неплохо. Сургут нефтегаз, в принципе, обычка не особо интересна. По префам больше доходность. Магнит, тоже ритейлер. Если дивиденды будут, например, у Магнита, рублей 600, то, сами понимаете, это двухзначная доходность, там будет 5000+. Фикс прайс тоже отчитался, неплохая у нее экспансия. Конечно, рост выручки замедляется, поэтому уже от какого-то дна тоже оттолкнулся и потихонечку растет. Русгидро, плохой, конечно, отчет, я их не держу. Есть более привлекательные такие, как Интерау, там Юнипро, что-то такое. Пик тоже застройщикам не очень, вроде как самолет более привлекательный. Ростовая Русал, тоже проблемы с алюминием, санкции, ну хотя там санкции на небольшую долю по выручке от Америки, но тем не менее. ВТБ, тоже банковский сектор старается отскочить, проблемы там с прибылью, но тем не менее, 23-й год, наверное, будет прибыльный. Интерау тоже немножко прибавляет, как и другие энергетические компании, плюс-минус в таком небольшом плюсе. Лукойл, конечно, тут дивидендный гэп, очень сильный был у компании, но тем не менее. Газпром, Тинькофф на фоне санкций, около нуля пока, Роснефть, Новотек, ну тут вся нефтянка, да, детский мир вроде, с биржи уже все. Ну и, кстати, Татнефть я покупал на БКС, тоже делал ролики, ну и Норникель, если сделаю сплит, то, наверное, акции подрастут. Ну а так, уменьшение дивидендов и увеличение инвестиций в свою программу по модернизации оборудования, конечно, опустили котировки. Ну давайте посмотрим быстренько, третий эшелон, Ашинский вырос, тоже на 77 МГТС, Оргсиндес, конечно, тут много всяких спекулянтов. Из интересов, наверное, вот Совкомфлот, потому что сейчас танкерами вся нефть поставляется, даже газ по Новотеку, могли ее видеть, тоже неплохо чувствуют по отчету и дивиденды неплохие у Новотека будут. Совкомфлот тоже все неплохо, то есть растет там флот, государство помогает, поэтому фрахт у судов под завязку, ну и отчет мы видели там увеличение прибыли, выручки и уменьшение долговой нагрузки. Конечно, часть флота они ранее продали, чтобы погасить долги, но тем не менее. Positive Technologies, одна из компаний, которая растет и в прошлый год прибавляла процентов 50, по-моему. Так что отчет неплохой был, дивиденды неплохие, то есть такая ростовая компания, конечно, дорогая, но кибербезопасность, Россия, тут конкурентов-то в России, можно сказать, и нет, или мы про них просто не знаем. Ну, Мосэнерго тоже разогнали в последнее время. СПБ биржа, кстати, может тоже показать удвоение, особенно, я думаю, будет неплохой рост процентов на 5-10, когда возобновят торги, то есть Тинькофф разблокирует иностранные акции, и в этот день тоже акции Мосбиржи подрастут. Но, конечно, в долгосроке Мосбиржи только спасет, наверное, либо выход на индийский какой-нибудь рынок, перевести свои активы в какие-нибудь депозитарии непосанкционные, то есть там Казахстан или еще что-нибудь в этом плане. Потому что даже гонконгские акции столкнулись с большой проблемой, но тоже под заморозку попали. Не под блокировку, да, не под заморозку, я неправильно немножко выразился, а под временное ограничение, потому что Тинькофф говорит, что переведет, да, и все восстановит. То есть это не заморожено, это просто временно приостановили, а не как Финекс заморозили. Ну, конечно, нерезидентов нет, не торгуют, но там и у Мосбиржи тоже проблемы, но здесь я имел в виду неквалифицированных инвесторов, то есть они не могут покупать и продавать иностранные акции. По крайней мере, американские, конечно, китайские можно на гонконгской бирже через гонконгские доллары, но тем не менее. Ну, все, в принципе, что тут еще из интересного? Наверное, про Юнипро, если вопрос решится. Ранее помните, по-моему, НЛ продала свою долю Лукойлу, и если Юнипро найдет покупателя, как бы иностранный владелец, да, продаст свою долю российской компании, и компания сможет выплачивать дивиденды Юнипро, то здесь тоже, может быть, неплохой рост до 2,5 рублей, вполне там дивиденды и отчет неплохой. То есть, может быть, какой бы швозот, но тоже неплохо вырос. Но все-таки я считаю, что на пике удобрения находится, рано или поздно ситуация разрешится, цена на газ упадет, и удобрения тоже медленно, но верно упадут. Это мне напомнило ситуацию с металлургами. У металлургов цена была высокая. Давайте посмотрим. Сейчас я зайду на сайт Smart Lab, быстренько найду. ММК, НЛМК или Сибирсталь, там без разницы, у них все примерно одинаково. То есть, понятно, что у них, как у нефтяников, производство стали стагнирует, продукции тоже, и получается, что выручка была у них, к примеру, стагнация, понятно, в коронавирус в 2020 год немножко просела, но потом X2 случилось, соответственно, дивиденды тоже в 2 раза увеличились, и, соответственно, чисто цена акции тоже подросла. Ну вот, она при стабильных таких, да, всяких мероприятиях, ну, до 45, например, рублей нормальная цена акции. А тут подскочила аж на 70, там и больше было, сейчас около 40. То есть, я считаю, что сейчас уже справедливо металлурги оценены, и здесь может быть, конечно, хайп дальнейший. При спросе цены, при спросе на сталь, там, увеличение цены, это может быть кратковременно. В 2021, по крайней мере, уже такое было. Но если посмотреть, то, в принципе, до 45 рублей по ММК, по НЛМК. Давайте посмотрим НЛМК. Это, что там у них, средняя цена на акцию. Вот, выручка у них тоже примерно стагнирует, потом увеличилась, как и у многих металлургов. И дивиденды тоже подросли сразу в 2 раза, и цена акции. Ну вот, в принципе, цена акции где-то 150-160 рублей оптимальная. Сейчас находится 130, да. И у Северстали тоже около 1000, по-моему. Так, Северсталь. Сейчас попробую найти. Вот Северсталь. Так, не прогнозы, а финансовая отчетность. Ну и мы видим. Так, так, так. Цена акции. Вот, в принципе, в корону даже здесь тоже начали разгонять. Сейчас около 1060. Ну, чуть больше 1000 оптимальная цена. Ну, сейчас уже, я думаю, справедливо оценена. Конечно, может опять хайпануть, разогнать около двух. Ну, в стабильные времена, скажем так, не переоцененные, да. Цена в районе 1000. Так, перемещаюсь дальше. Так, угольщики тоже, кстати, неплохо себя чувствуют. Цена на уголь тоже высокая. Ну, это как с удобрениями из той же его пиры. Белуга тоже как защитный сегмент идет со своим алкоголем. Киви, если решит вопрос с дивидендами, тоже может прибавить неплохо, процентов 30, наверное. Сегежа, кстати, пока у нее, точнее как, из-за потери маржинального и прибыльного европейского рынка, старается направлять свою продукцию. Там, конечно, прибыль падает, рентабельность падает. Если мы посмотрим, найдем сегежу, да. Сейчас открою в новой вкладке. То мы увидим, что по квартальным результатам у компании, вот как я говорил, минус 5 миллиардов чистая прибыль. То есть, как бы сложно компания, никаких дивидендов не может быть речи. На IPO выходило по 8,5, была 11 рублей. Так что сейчас 5 с небольшим. Может, конечно, восстановиться. Но затраты сейчас на логистику, конечно, выросли очень сильно. Ну, Nvidia тоже сильно пострадала. Мать и дети, я думаю, драйверу только какая-нибудь корона или другой вирус, может быть. Ну, а так, в принципе, стагнация по регионам чуть лучше, чем по Москве, столице. Результаты. Ну, тем не менее. Ну, остальные, в принципе, плюс-минус немного. Ну, вот еще и на Арктику тоже немножко покупаю. Компания, которая разводит форель, лосось. И РусАгро тоже может удивить. Я писал в телеграм-канал, поэтому подписывайтесь. То, что была конференция буквально вчера. Отчет вышел и конференция. Что компания может уже даже в этом месяце, в марте, удивить акционеров. То, что либо будет какая-нибудь перерегистрация, либо еще что-то, сможет платить дивиденды. Ну, какая-то информация может быть. Ну, вот, как-то так. Поэтому, в принципе, инвестировать можно и нужно. И инструменты подбирайте под себя. Акции, облигации, фонды, если касается этого фондового рынка. Также можно и вклады, и недвижимость. Все зависит от капитала, от активного дохода. Поэтому, желаю вам удачных инвестиций. И небольшой такой дайджест сделал. Вот. Всем удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok